Всем привет! И сегодня у нас очередная самотелка. Это приспособление для зажима ленточных хомутов. Как правило, ленточные хомуты у нас используются для фиксации пыльника шруса, либо пыльника рулевой рейки. Также иногда они используются для фиксации патрубков в автомобиле различных. И вот, чтобы облегчить нашу задачу по затягиванию этого хомута, была изготовлена эта приспособа. Так что я сейчас немножко расскажу и покажу, что я ее сделал, а также мы проведем небольшой тест. Попробуем затянуть хомут при помощи нашего приспособления. Так что, если вам интересно, поехали! Собственно, вот так выглядит наша приспособа. Для ее изготовления мне понадобилась старая стойка стабилизатора, от которой я отрезал вот такой вот фрагмент с длиной штока 35 мм. Сделал сквозной пропил болгаркой. Вот так это выглядит. Впоследствии сюда будет вставляться хвостовичок от нашего хомута. Также полоска металла толщиной 2,5 мм и шириной 23 мм. В принципе, размеры здесь значения не имеют, размеры все произвольные. Сюда я приварил две гаечки на 8 мм под ключик на 13 мм и рассверлил их сверлышком под диаметр нашего штока, что составило 8 мм. Вот так это все выглядит. Все довольно-таки плотно, ничего не болтается. Оставшуюся часть стойки я приварил вот сюда. Здесь получилась как бы ручка и удобно его хранить, повесить на гвоздик, на крючок, на какой-либо. В принципе, всю эту конструкцию можно немножко упростить, вот эту часть не делать. Взять обычный шплинт, приварить две гайки, вставить шплинт. В принципе, все то же самое, все работает, никаких вопросов. Для более, скажем так, эстетичного вида я сделал вот такую ручку. Ну и как она и удобнее, скажем так. Вот получился вот такой вот агрегатик интересный. Сейчас мы при помощи вот этой периспособы попробуем вот этот комут затянуть на вот этот пыльник. Так, для начала надеваем комутик сюда, надеваем наш пыльник. Так, пыльник встал в свое посадочное место. Берем хомут. Предварительно его затягиваем, насколько это возможно. Вот так. Ну и теперь самое интересное, вставляем нашу приспособу для зажатия пыльника. Вот этот хвостик мы вставляем в наш пропил. Вот так это все выглядит. И начинаем затягивать наш хомут. В принципе, если туго, можно ставить сюда какую-либо трубочку. Ну, я думаю, этого не нужно делать. Руками вполне хватит затяжки. Так затягиваем. Ну, вот видно, что уже хомут хорошо затянулся. И просто его подворачиваем вверх. Все. Все довольно-таки просто разбирается. Дальше мы хомут загибаем просто. Обрезаем, сколько нам нужно. И все. Хомут держится намертво. Друзья, вот такая нехитрая приспособа сделана буквально за час своего свободного времени. Впоследствии ослужат вам долгие-долгие годы. Тем самым сэкономим вам куйму времени и нервов. Так что, если вам эта информация была полезная, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Ну, на сегодня это все. Всем удачи. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!